В этом году сферу здравоохранения края ждет много нового. Суммарно из федерального бюджета на 2020-2022 годы в Ставрополье получат почти 3,5 миллиарда рублей. Распоряжение о распределении субсидий подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. На эти средства начнутся масштабные строительства новых корпусов детской краевой больницы и краевого онкоцентра. Модернизируют и реконструируют городскую больницу в Кисловодске. Отметим, что срок сдачи работ в краевой детской больнице и городской больнице Кисловодска – 2021 год. Работы по созданию нового корпуса онкодиспансера должны быть завершены в 2024 году. Губернатор Владимир Владимиров лично прорабатывал эти объекты с федеральными властями. На Ставрополье выращивание белого золота стало стратегическим направлением в сельском хозяйстве. В 2019 году аграрии края приступили к промышленно-механизированной уборке хлопчатника. Работы проходили в Буденовском районе. Это первая в России уборка данной культуры в промышленных масштабах с помощью комбайнов. Сельхозпроизводители провели работы на площади 31 гектар. Удалось собрать более 130 тонн хлопка сырца. В ближайшие годы предприятия планируют увеличить площади хлопчатника. Также запланировано строительство завода по первичной обработке сырья. Ставрополь попал в лидеры демографического прогноза на 2020 год. Эксперты финансового университета при правительстве страны выяснили, в каких городах России родится больше всего детей за год. Так, краевая столица продемонстрировала высокий уровень прогнозируемой рождаемости. В исследование попали города с населением от 250 тысяч человек и семейной пары от 19 до 39 лет. Из их числа 9% семей планируют рождение ребенка в 2020 году. Аналитики отмечают, что в целом не так много пар планируют заводить детей, однако их больше, чем в 2019 году. В начале 2020 года в Железноводске отремонтируют дороги. Работы стартуют с наступлением устойчивой теплой погоды. На ремонт из бюджета региона выделено 64 миллиона рублей. В перечень убитых дорог включены улицы Комсомольска, Комарова, Набережная и другие, не видевшие ремонта десятилетиями. На КМВ пройдет уже традиционный фестиваль воздухоплавания. Команда опытных воздухоплавателей из разных регионов страны отправится в путь через Ессентуки, Кисловодск и Железноводск. В небе они будут соревноваться в мастерстве. Лучшая команда получит переходящий кубок Икар и авторский перстень воздухоплавателя.